Добрый день, коллеги! В этом видео речь пойдет о полезном дополнении в Google Docs инструменте выделения текста. Очень часто мы сталкиваемся с необходимостью выделить какие-то основные идеи, главные моменты в тексте, который читаем. И, как правило, мы просто выделяем нужный нам фрагмент и выбираем цвет маркера. Но есть довольно простой, но функциональный инструмент в дополнениях Google Docs. Для того, чтобы начать с ним работу, сначала его нужно установить. Для этого мы идем в «Дополнение», «Установить дополнение» и в открывшемся меню в строке «Поиска» вписываем «Highlight Tool». У меня это дополнение уже установлено, поэтому отображается здесь зеленой кнопкой. Вы выбираете «Установить бесплатно» «Highlight Tool» и после установки с ним можно уже работать. Итак, предположим, у нас есть некий текст, в котором нужно выделить главные моменты. Идем в «Дополнение». В меню выбираем «Highlight Tool», «Начало работы». Инструмент открывается справа в боковой панели. По умолчанию нам предложено 4 маркера разного цвета, цель, задача, результаты, сроки. Каждый маркер мы можем отредактировать, нажав кнопку «Edit» и, предположим, поменять цвет, если нам не нравится этот цвет, выбрав какой-либо другой, или заменить назначение маркера. Но есть и другой способ. Помимо маркеров по умолчанию, мы можем создать ряд наборов, необходимых нам маркеров. Вот эта зеленая кнопочка – это библиотека маркеров. В данный момент я создала набор номер 2 специально для демонстрации. Итак, маркеры по умолчанию. Для того, чтобы создать новый набор, нужно нажать кнопку «Добавить набор» и присвоить ему здесь имя, этому набору. А затем с помощью кнопочки «Плюс» можно добавлять новые маркеры, присваивать им название и, соответственно, цвет. Подготовив необходимый набор маркеров, мы выбираем этот набор, нажимаем кнопку «Сохранить». Теперь мы видим, что у нас применен набор маркеров номер 2 «Проблемы, условия, задачи, результаты». Я продемонстрирую сейчас это просто на первом попавшемся тексте. Предположим, нам нужно выделить вот такие моменты в тексте. Мы выделяем абзац и выбираем нужный маркер. Цвет поменялся. Дальше выбираем абзац и выбираем нужный маркер. Условия, задачи, мы предположим, где-то там результат. Таким образом, предположим, несколько фрагментов текста в значении «Проблема» нам нужно выделить. Во всем файле мы это делаем всякий раз, когда нужно сделать, выбирая необходимый маркер. После того, как все выделения сделаны, мы можем их сохранить двумя способами в отдельный файл. Экспортировать наши выделения либо в последовательности, в которой они идут, либо по цвету. Поскольку я все выделения сделала единожды, я выберу последовательность. Мы можем экспортировать эти выделения как в новый документ, так и сделать их в этом же документе. Но если, например, это задание всему классу, то удобнее сделать, сохранить их в новом документе. И, соответственно, каждый ученик сохранит свой файл под своим именем. Можно взять ссылку на документ. Он открылся у меня в новом окне. Итак, вот они наши маркеры, все выделения структурированы в таблице. Очень удобно. Дальше учитель может работать, проверить, во-первых, какие фрагменты текста отметил каждый ученик, добавить какие-то свои комментарии и сделать поправки. На мой взгляд, инструмент очень полезен. Удачного вам использования!